Однажды настает момент, когда избавление от недуга становится смыслом жизни. Аннаболевшим. Программа о каждом из нас. И для каждого. Аннаболевшим. Всем добрый вечер, с вами Ирина Лукина. В мае отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. И не случайно, так как высоким артериальным давлением страдают многие люди, причём с самых разных странных мира. Не зря гипертонию иногда называют молчаливым убийцей. Поэтому так важно понимать опасность этого заболевания и знать, как его не допустить. Сегодня в студии наш консультант, врач Центра медицинской профилактики Олеся Масленникова. Добрый вечер, Олеся Николаевна. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я думаю, что мы начнём наш разговор с сюрпризов погоды. Сначала очень холодная, затяжная весна, затем резкое потепление. Олеся Николаевна, насколько опасны такие перепады давления? И как себя уберечь от приступов гипертонии, которые могут случиться на этом фоне? Да, действительно, перепады атмосферного давления очень на нас влияют. И это было известно ещё с древних времён. И Гиппократ говорил, что при смене погоды не делай кровопусканий, не делай прижиганий, не бери за скальпель. Вот так. Да. Поэтому, конечно же, нужно понимать, мы с вами говорили про метеозависимость, когда это может быть даже здоровый человек ощущать на себе и смена погоды. Но сегодня немножко мы побольше поговорим про людей, у которых есть заболевания. И, конечно, в связи с всемирным днём борьбы с артериальной гипертонией, мы затронем гипертоников, но и в противовес им буду говорить про гипотоников. Да. Да. То есть атмосферное давление давит на нас. И почему оно нас не раздавливает? Потому что наш внутри организма, у нас есть межклеточная жидкость, у нас есть сосуды, которые в ответ тоже давят, и мы находимся в состоянии баланса. Но в норме атмосферное давление – это примерно 760, ну, мы знаем, идеальное, 760 миллиметров ртутного столба, но допускается 10 единиц в одну или в другую сторону. У нас есть в России регионы, где оно чуть повышено, чуть понижено, и это тоже норма. Вот. В течение дня атмосферное давление может меняться в пределах 3 единиц, а в течение года около 10 единиц. Если в течение дня или в течение нескольких дней, конечно, атмосферное давление меняется больше, чем на 3 единицы, то есть от 10 и более, то, конечно, это грозит для нас, для жителей планеты Земля, очень неприятными повышенным атмосферным давлением. Это антициклон, если мы обратимся к метеорологии. Когда это сухая, ясная, которая погода, да, жаркая, здесь что происходит? Повышается атмосферное давление, снижается ветер, стимулирует снижение лейкоцитов в нашей крови, и вот в такую погоду лучше себя чувствуют гипотоники. Ну, вот они как-то оживают, да, но и, конечно, очень плохо себя чувствуют гипертоники. Это для них очень тяжёлое испытание, скажем так. Зато когда дождь наоборот. Да, когда дождь наоборот, когда циклон. Ну, вот у гипертоников, да, что какая симптоматика? Это покраснение лица, гиперемия, то есть расширяются сосуды, и вот прям видно, если идёшь по улице, человек идёт с таким вот красным лицом, понятно, что у него вот он гипертоник на самом деле. Учащённый ритм сердцебиения, заложенность в ушах, может быть, болевые ощущения в сердце, пульсирующая головная боль. И так как повышено атмосферное давление, то и повышается внутричерепное давление. Поэтому в это время страдают не только гипертоники, но и люди, у которых есть поражение центральной нервной системы, или люди, которые перенесли какие-то черепно-мозговые травмы. Конечно, они в этот период тоже себя не очень хорошо чувствуют. Они группа риска. Да, 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 да. Гипертоники, как я сказала, чувствуют себя лучше. Но, а здесь одно но, если это резкий перепад, вот прямо в течение нескольких дней резкий перепад, то, конечно, гипертоники тоже будут себя чувствовать не очень хорошо. То есть это главная боль. И болезненные ощущения в области желудочно-кишечного тракта могут быть, как ни удивительно. Другая ситуация, пониженное давление атмосферное, циклон, когда формируется, то есть это повышенная влажность, дожди, осадки. И в эту погоду гипертоники чувствуют себя лучше, легче. А гипертоники, конечно, расплываются совсем в кашу на самом деле. Сонливость, хочется вернуться рулетиком и делкой, вообще даже не вставать на работу. Это действительно так. Более вплоть до тошноты, особенно детки вот этим страдают. Гипертоники чувствуют себя получше. Но, опять же, если будет, опять же, такой скачок, то тоже они не очень хорошо, у них будет вялость такая, головокружение, вот этот шум в ушах тоже может появиться. И также желудочно-кишечный тракт как-то себя не очень хорошо будет чувствовать, может быть, такое. Это вот если по симптомам. Вы говорите, давление прыгает, но ведь и у людей тоже, когда они замеряют своё давление, оно может быть даже в течение одних суток меняться. Вот какая норма и на что надо обратить внимание, когда уже бить тревогу? Ну, если мы будем говорить сейчас про артериальную гипертонию, то действительно основным симптомом и явным признаком артериальной гипертонии – это повышенное артериальное давление. Вы правильно говорите, что у нормальных, здоровых, обычных людей давление тоже может в течение суток меняться. То есть когда мы спим, давление снижается. Оно у нас повышается когда? Когда мы какие-то напитки, чай, кофе употребляем, курение, любая физическая активность, да, если даже мы поднимемся на девятый этаж, померяем давление, оно у нас будет повышено. Это нормально. А вот состояние вот этой артериальной гипертонии, что считается, состояние эпизодического или стойкого повышения артериального давления, которое было отмечено в течение трёхкратно, причём на фоне эмоционального и физического спокойствия, и при отмене, то есть человек не принимает никаких препаратов, снижающих давление. Такие должны быть условия для восстановления данного диагноза. Поэтому, конечно, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, в связи с тем, что, к сожалению, гипертония очень помолодела, и это действительно катастрофа, поэтому с 30 лет рекомендовано еженедельно измерять давление, даже если вас ничего не беспокоит. Ну да, обычно считалось, что с возрастом у людей возникает гипертония. Чем больше лет, тем выше растёт давление. Но даже теперь у школьников, я знаю, тоже могут быть вот такие скачки давления. Да, на самом деле гипертония очень помолодела, и у школьников, особенно, знаете, мы близимся когда к выпускным классам, это 9-й, 11-й, психоэмоциональное состояние, плюс ещё, на что нужно обратить внимание, это если ребёнок очень быстро вырос, больше 10 сантиметров за год, если он прибавил, это ростовой скачок, он не очень хорошо сказывается на нервной системе, сосуды просто не успевают, и сердце не успевает вырасти, и может пойти вот эти перепады, вот эти сбои, и ребёнок действительно очень плохо себя чувствует этот момент. Со своей стороны, могу сказать, что очень участились случаи спортсменов, молодых спортсменов, ребят, которые приходят с повышенным давлением, и когда начинаешь их обследовать, то есть у них норма уже 140 на 90. Если лечащий врач констатирует гипертонию, приём лекарственных препаратов, снижающих давление, это уже до конца жизни обычно? А что касается лечения? Здесь есть такой момент интересный, почему мы говорим про профилактику, почему мы постоянно об этом говорим, уже всем надоело про эту гипертонию, но вот нужно об этом говорить, потому что, во-первых, она помолодела, а во-вторых, есть такой момент, есть такое понятие стаж гипертоника. Это от первых признаков заболевания в течение 5 лет. Вот если стаж гипертоника менее 5 лет, то просто изменением образа жизни вполне возможно, и это доказано, нормализовать давление и отказаться, вот не отказаться даже не начинать приём лекарственных препаратов. А как надо свою жизнь менять? В какую сторону? Что можно, что нельзя? Вот тогда уже давайте об этом. Что провоцирует гипертонию, а что помогает от неё избавляться? Мероприятия по снижению артериального давления затрагивают разные заболевания тоже, да, и диабет можно коснуться. То есть самое первое, что нормализация массы тела. Потому что я хочу отметить, даже вот в основном, у кого повышенное давление, всё-таки это дети по-андростки с избыточной массой тела. Пока ещё не ожирение, но всё-таки избыточная масса тела с плюсом идёт свыше 10 килограмм. Это, конечно, много. На это обратить внимание. Что ещё важно? Снизить потребление соли. Соль у нас сейчас везде. Мало того, что она в пище, да, мы очень любим, и молодёжь, я могу по своему сыну тоже сказать, что досаливает всё. Просто даже досаливает. То есть надо этот момент контролировать очень серьёзно. И потом нас окружает везде скрытая соль. Во всех консервациях, даже домашних, да, на присутствие, никуда от этого не денешься. Во всех соусах, ну, везде, копчёности, то есть везде вот эта вот скрытая соль, которую мы, ну, есть и есть, мы как бы её не учитываем. Это же не та же живая соль, которой мы посыпаем продукты, но она есть. И поэтому, на самом деле, наше поколение очень чрезмерно потребляет соль, и это, конечно, пусковой такой крючок для артериальной гипертонии. Казалось бы. Да. Какая может быть связь, тем не менее. Да. Ну, я уже не говорю про фастфуды. Ну, да, да. Это понятно. То есть здоровое, нормальное питание, не пересоленное, не слишком сладкое, да, во всём умеренность. Во всём, да, во всём нужна умеренность, на самом деле. А что ещё? Ну, понятно, что отказ от зависимости – это табакокурение, это чрезмерный приём алкоголя. Тут уже, мне кажется, говорили 150 тысяч раз, но ещё раз повторюсь, даже от алкоголя, знаете, как ограничение от табакокурения, конечно, полностью отказ, потому что это провоцирует многие, не только артериальную гипертонию, да, и онкозаболевания, и все остальные. То есть очень-очень лучше вот подумать ещё раз и ещё раз об этом сказать. И борьба со стрессом. Ну, как борьба? Понятно, что мы никуда от него не денемся. Наверное, немножко по-другому воспринимать. Не так эмоционально научиться, философски, да, как это говорят, смотреть на жизнь философски. Да, научиться воспринимать, как-то что-то фильтровать, да. Вот наши молодёжи, у них тоже почему-то не страдает, у них такой огромный поток информации, мы в своём возрасте не испытывали вот этого, то есть на них информация льётся повсюду. Из гаджетов, да, из школы, на улице. То есть я вот не представляю, как они это выдерживают. Огромный поток вот этой информации, которым попробуй её отфильтруй. Поэтому, конечно, они тоже вот в зоне риска. Ну и увеличение физической активности. А мы все страдаем гиподинамией сегодня. К сожалению, да. Как вот небанально бы это не звучало, что регулярно физическая нагрузка, она повышает выносливость организма, да, то есть она тренирует как мышцы, так и наши сосуды. А наши сосуды, это тоже содержит мышечные волокна, в том числе, да, и миокард тоже у нас мышечный орган, наш самый главный мотор, наше сердце. И, конечно, физическая нагрузка также способствует циклической выработке вот всех гормонов, которые регулируют наш метаболизм. Поэтому, ну вот минимальная 20 минут в день, она должна быть у всех. Если мы говорим про ходьбу, то это минимум 10 тысяч шагов, да, то есть всем нужно обязательно скачать шагомер себе. Ну да, сегодня, кстати, модно пользоваться шагомером. Часы, да, вот эти. Ну, у кого нет таких часов специально, которые, ну хотя вот, да, очень много, особенно у детей, я вижу, ну и не только у них, либо на телефон, да, скачать шагомер. Мне кажется, сейчас во всех смартфонах он даже встроен и обязательно контролировать, вот как-то догонять этот момент. Конечно, если мы говорим про группу более старшего возраста, здесь немножко поспокойнее, ну, хотя бы 6 тысяч, потому что 10 тысяч, ну, всё-таки это тяжеловато уже будет, да. Тяжеловато будет выходить. Здесь хотя бы 6 тысяч, ну, плюс ещё дополнительно 3 раза в неделю какие-то более активные упражнения. Здесь, наверное, я хотела бы вот именно не про спорт мы сейчас говорим, а про физическую активность. Причём упражнения какие-то, они должны быть подобраны в связи с заболеванием, если мы говорим сейчас про эту группу людей, потому что для гипертоников не рекомендовано, скажем так, упражнения с наклонами, с приседаниями, то есть и любые вообще вертикальные положения в зависимости от степени гипертонии не очень рекомендованы. То есть для них больше подходят упражнения в положении лёжа, сидя. На самом деле любое физическое упражнение можно перевести в любое положение. То есть не переусердствовать, не до фанатизма. Да, то есть вот наклоны это точно нужно исключить, и приседания это однозначно. Поэтому любой комплекс можно подобрать и делать. И ещё, наверное, я самое главное хочу сказать, что это должно быть в довольствии. Вот когда ты через насилие делаешь это физическое упражнение, ну не будет толку, организм будет отторгать, да, то есть ему вот, ну всё не во благо будет. И потом ты начнёшь какие-то искать от маски, тут болит, ой, нет, я тут сделала это. Или с завтрашнего дня. Да, 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 что-нибудь такое. Поэтому вот выберите, подберите такие упражнения, которые вам будут делать в удовольствие. Начинайте, конечно, не надо сразу во завтрашнего дня и 20 минут. Нет, начните потихонечку, да, по несколько подходов, потом просто её нужно увеличивать без фанатизма. У нас, к сожалению, да, все, опа, один раз делали 20 минут, на следующий день не встали. У меня мама так любит. И вот видишь, я же говорила, что мне плохо. Поэтому нет, конечно, всё постепенно, постепенно нужно делать. Олеся Николаевна, а вот высокий холестерин, например, тоже может влиять на скачки давления? Да, конечно. Нормализация уровня холестерина тоже входит в мероприятие по изменению образа жизни при артериальной гипертонии, то есть норму до 5,8. Чуть выше уже, если он постоянно повышенный, то здесь нужно контролировать, менять питание. Ну и если не помогает, то тогда приём статинов. Но нужно понимать, что вот все меры должны быть направлены для того, чтобы не начать приём вот этой лекарственной терапии, потому что, как вот вы и спрашивали изначально, к сожалению, если, ну, как бы, да, мероприятия по изменению жизни не работают, образа жизни, то придётся назначать терапию, и она уже пожизненная. Пожизненная будет. Ну вот, кстати, про терапию. Очень часто, я не знаю, я думаю, что вы тоже с этим сталкивались, у человека вдруг поднялось, он не страдал до этого гипертонии, мы не ставили этот диагноз, ну вот, у него разболелась голова, покраснело лицо, и по всем видимостям у него высокое давление. И всегда найдётся друг, сосед или кто-то ещё, который говорит, на, вот съешь половинку таблеточки и всё снимет. Вот можно ли это делать? Самому себе назначать помощь? Наверное, здесь всё будет зависеть от того, как себя человек чувствует. Ну, то есть, есть такое, действительно, есть препараты скорой помощи, они даже у гипертоников могут быть с собой в сумочке, потому что бывает такое. Ну, самое распространённое – это КПТ, да? То есть, он такой универсальный, да? Да, который можно иметь, и, конечно, если у человека высокое давление, то нужно ему как-то помочь. Допустим, ну, я бы, наверное, для начала как-то всё-таки попробовала физическими способами, да, то есть, человека прилечь, отдохнуть. И если вот, конечно, через полчаса не нормализуется давление, да, человек не приходит в себя, то тогда, конечно, нужно вызвать скорую помощь, и пока она едет, можно дать какой-то препарат. Но, опять же, какой, да? То есть, вот здесь препараты скорой помощи – это не фидипин и капотен. Это единственное, что можно давать, ну, как бы даже есть такие рекомендации, и мы их прописываем тоже в наших методичках. Единственное, что я хочу беречь от того, что, ну, это может быть, если вот эпизод, да, человек понервничал эмоционально, там, я не знаю, пробежал марафон, у нас спортсмены бывают, да, бегут в марафон, и потом вот в кучу себя не собрать. Тогда, да, если это одноразовое. А есть люди, которые уже знают, что у них там есть какие-то погрешности, и они говорят, нет, базовой терапии нет, ну, вот повысилось у меня давление, я знаю, что мне принимать. Ну, то есть, мы тем самым, конечно, делаем только хуже. Раньше очень хорошо, очень мягко снимало давление клофелин. Но, к сожалению, из-за того, что его стали использовать, вот он очень мягко снимает. Даже кардиологи говорят, но это рецептурный теперь препарат, купить его невозможно. Ну, с одной стороны, хорошо и плохо, вот он очень мягко, даже у детей можно было снимать вот эти вот гипертонические кризы. А вообще резко снимать давление тоже нельзя? Нет, резко нельзя. Поэтому вот есть определённые препараты, которые можно, да, как скорую помощь принимать, а есть, которые нельзя резко снижать, потому что тоже будет не очень хорошо. Итак, давайте подводить итог. Ещё раз перечислим те меры предосторожности, да, которые помогают нам уберечь себя от этой медленной смерти, гипертонии. Ещё раз, пожалуйста, нормализация массы тела. Следите за этим. Это очень важно у себя и своих детей, своих близких и родственников. Снижайте количество соли, причём не только соли, которая у вас на столе в солонке стоит, но и та соль, которая вас окружает. То есть оцените своё пищевое поведение, это называется, да, выявите, где у вас в вашем рационе присутствует скрытая соль. Следите за уровнем холестерина, в этом, конечно, диспансеризация помогает, потому что как мы по-другому узнаем, откуда у нас положено холестерин. Откажитесь от табакокурения. Ничего хорошего, вот с этой зависимостью надо бороться. Постарайтесь разумно принимать алкогольные напитки, обязательно увеличивать физическую активность. Это 10 тысяч шагов в день, плюс 3 раза в неделю дополнительно ещё какие-то физические нагрузки в зависимости от возраста. И, конечно, борьба со стрессом. Научиться бороться, да? Научиться даже, может быть, да, философски, наверное, не воспринимать какие-то моменты. Ну и то, с чего мы начинали немножко, да, я проговорю про атмосферное давление. При неблагоприятных условиях сон, как для гипотоников, так и для гипертоников. Циклон или антициклон, пожалуйста, высыпайтесь. 8 часов это должны быть у вас. И вот в эти неблагоприятные дни лучше, конечно, сдвигаться в пользу растительно-молочной пищи, исключить всё-таки вот эти тяжёлые продукты для того, чтобы организм так не очень хорошо себя чувствует, ещё нагружать его каким-то количеством калорий. Что ещё хотелось бы мне сказать, что для гипертоников при неблагоприятных условиях погоды, если такие резкие перепады, конечно, запрещены подъёмы в какие-то горы, если вы на отдыхе, я к этому, да, сейчас веду, и не рекомендованы, конечно, самолёты. Перелёты исключить, постараться. Потому что, может, мы не знаем, что может случиться на высоте, и, конечно, если наступает жара, таких людей называют живой барометр гипертоников, да, которые чутко очень реагируют, и причём они могут даже иметь терапию базовую, и всё равно реагировать на изменение погоды, поэтому для них ещё такая рекомендация – это корректировка терапии сезонная. То есть, если вы знаете, что такой человек, то обратитесь к своему терапевту и скажите, что вот я вот знаю, что сейчас будет, а как-то, может быть, мы что-то поработаем над этим. Спасибо большое, Олесь Николаевна, за такой подробный рассказ. Вместе с врачом Центра медицинской профилактики Олесей Масленниковой мы желаем всем здоровья. Дорогие друзья, берегите себя. Будьте здоровы. Однажды настает момент, когда избавление от недуга становится смыслом жизни. О наболевшем. Программа о каждом из нас. И для каждого. О наболевшем.